Всем доброе утро! Это Гармония, а это ель Энгельмана Глаока. Имеет форму широкую, коническую, приподнятые веточки, вниз спадающие. Цвет этой ели синий, яркий, насыщенный. Можно сказать, в какой-то момент она приобретает такую цветовую гамму, как будто синий с восковым налетом. То есть эта ель очень красивая и очень насыщенная цветовая гамма. Размеры этой ели может достигать 20 метров. В 15 лет это где-то метров 15. То есть она имеет такое свойство, как и любое другое растение. Растись с каждым годом все быстрее и быстрее. В ширину она может достигать 4-6 метров в ширину. Довольно-таки габаритная и красивая ель. Хвоя у нее очень длинная. Буквально примерно где-то 2,5 сантиметра, 2 сантиметра. То есть она длинная, не колючая. Довольно-таки интересная форма. То есть работать с ней одно удовольствие. Шишки у нее, опять же, тоже спускаются вниз. Размер их 36 сантиметров коричневого цвета. К 10 годам она может достигать примерно 2-3 метров. Это в зависимости от места, где она у вас будет находиться. То есть в принципе она может расти довольно-таки быстро. Скорость роста в среднем после 3-х лет может достигать 20 сантиметров, а то и 30 и выше. То есть довольно-таки быстро будет набирать массу. Морозостойкость этой ели довольно-таки высокая. То есть минус 34. Но молодые саженцы боятся возвратных морозов. Поэтому будьте осторожны. Если вдруг увидите, что начали формироваться побеги и начинаются морозы, то желательно ее хотя бы чуть-чуть укрыть. Тогда эта ель будет, особенно в молодые годы. А в будущем, конечно, она будет более в этом плане морозостойкая. Место посадки такой ели, смотрите, солнце, полутень. В тень не сажаем, потому что будет цветовая гамма меняться ближе к зеленому. Появится большая рыхлость. И также и полутеневая зона. Если совсем полутень, там меньше 4 часов, ну скажем 4 часа. То есть цветовая гамма чуть-чуть будет падать. С одной стороны будет более яркая, с другой стороны будет более насыщенная. То есть если вот берем, видите, не сформировались в этой стороне веточки. За счет того, что она была затенена. Сразу видно прям такой прорез. То есть в этом плане надо выбирать место хорошее. В дальнейшем по почве. Почву мы берем, она любит более дренированную почву, мягкую. Но хорошо и растет и на суглинке. То есть довольно-таки неприхотливая. И городским условиям также она неприхотлива. То есть она может спокойно расти в городской застройке. То есть хорошо себя чувствует в этом плане. Довольно-таки засухоустойчивая. Но влажность нужно соблюдать. При посадке такого растения мы берем с вами что? Хвойный грунт, песок. Берем, можно, если есть грунтовые воды, обязательно ямку глубже делаем. И 20 сантиметров дренажа. Для чего? Чтобы она у вас не переуложнялась. Обязательно делаем мучирование почвой. Потому что она любит рыхлый грунт сверху. Поэтому обязательно делаем мучирование. А также в ямку можем добавить немного амофоса. Удобрение весна-осень. Она не очень любит перекармливание. Поэтому просто добавляем амофос. Это азотно-фословное удобрение. По чуть-чуть. И будет в достатке. Обязательно смотрите внутри. Ветки они прилегают очень плотно. Поэтому, в принципе, за счет этого тут может сохраняться влага. И появляться грибковые заболевания. Поэтому обязательно просматривайте стволик. Обязательно убирайте подсохшие веточки. О, а по стрижке мы с вами обговорим это по весне. Где что убирать. Но всегда знайте. Если видите сильное заражение, лучше эту веточку убрать. Чтобы растение чувствовало себя прекрасно. Надеюсь, вам видео понравилось. Если что, подписывайте. Обязательно ставьте лайки, если видео вам понравилось. Будем ждать вас на нашем канале. Если было видео интересное, не забывайте лайк. Всем хорошего дня. И все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...